Дмитрий Павленко Минвосток развития и корпорация развития Дальнего Востока запустили программу подготовки управленческих кадров Муравьев-Амурский. Участвуют люди со всей страны. В течение года лучшие образовательные практики среди наставников, губернаторы и министры. В конце обязательное трудоустройство. Первый поток программы на финишной прямой, второй, можно сказать, на старте, отбор заявок прямо сейчас идет. Но, собственно, вот на стыке этих эпох в рамках программы Муравьев-Амурский поговорим о том, чему, собственно, можно научиться за год. А еще, наверное, более интересно, вот это трудоустройство на Дальнем Востоке. Особенно для человека, который долгое время, всю свою карьеру строил в Москве. Вот об этом мы поговорим. Алексей Голубев, журналист, режиссер документального кино, телерадио, ведущий, курсант программы Муравьев-Амурский 2030. Алексей, здравствуйте. Добрый день, всем привет. Собственно, ну, в начале, да, всю свою карьеру в Москве. Алексея, возможно, я думаю, многие люди знали, знают, знали, видели, видят сейчас прямо. Сколько, 10, 20 лет на «Эхо Москвы»? 10 лет, да? На радио, да, я проработал 12 лет. 12 лет. Да, с 2010 года. Ну, вот, собственно, до того момента, когда и в стране, и в мире все у нас вот так вот сильно поменялось, и стало понятно, что все мы движемся в новом векторе. В новом векторе, да. Ну, условно, тем не менее, 12 лет медиакарьеры, потому что не просто ведущий, продюсер протянуть. Ну, то есть было как будто бы вот, ну, прям классно. Какая-то такая журналистская медийность, она вся была, да, потом поменялась. И, ну, вот этот момент, когда, ну, когда все понятно, что вот, 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 как бы, да, это медиа, где вы отдали которому большую часть жизни, все его нет, вот вопрос, а что делать дальше? И отвечая на этот вопрос, я так понимаю, вы в том числе, вот как этот выбор приходил, как в итоге попали в программу «Муравьев-Амурский», где про нее услышали, узнали, и, ну, то есть, Дальний Восток, Москва, разные полюса, как будто бы. Я работал много лет журналистом, я работал репортером, я освещал самые разные события на территории, там, нашей страны и бывшего Советского Союза, бывал в том числе и на Дальнем Востоке, и в Хабаровске в частности. И мне здесь вот нравилось. Я не знаю, почему, если меня спросите, вот что теперь здесь нравится, я могу и долго об этом говорить, но довольно обтекаемо, это очень такое, я не знаю, ну, вот нравится мне здесь. С каким ощущением, вот, даже когда работали, была командировка какая-то и условно. Вот Дальний Восток, в частности, Алексей, говорит вам, не знаю, редактор, Алексей, летишь, значит, в Хабаровск, вот какое внутри, ощущение чего? Ну, первый раз это вообще, это просто космос какой-то, Хабаровск, боже мой, как бы, я, ну, был такой интерес, обязательно когда-нибудь надо побывать и в Хабаровске, и во Владивостоке, но когда, может быть, на пенсии, когда будет время, возможно, я туда поеду, попутешествую, но это всегда было так. А потом, когда появилась возможность, определенные события, надо было их освещать, ехать сюда в командировку, и это было, конечно, удивительно. Но еще более удивительно было то, когда я здесь уже оказался, когда начинаешь общаться с местными людьми, ну, знаете, есть такая, немножко такая, громко будет звучать и пошловато, самое главное у вас это люди. Но как это не прозвучит странно, здесь действительно люди интересные. Вот, например, там, редакционное задание, мне надо сделать опрос, про уличный опрос, записать людей на камеру, да, там что-то такое, это скучноватое занятие обычно, ну, там, скажем, в Москве или еще где-то, не знаю, в Петербурге. А здесь с каждым человеком это какое-то целое мини-кино. Он расскажет тебе столько, то есть каждый человек, который здесь встречается, это, как правило, интересный, какой-то образованный человек с интересной судьбой. Он будет с тобой общаться, вот как со своим. Вот ты приехал ко мне сюда, откуда-то там, с запада, я тебе все расскажу, покажу, как у меня здесь устроено, про жизнь свою расскажу. Это уникальная ситуация. Я не знаю, что это за черта такая дальневосточников, но она мне очень нравится. В общем, меня бояли вот эти люди, это правда. Ну, явилось ли это одним из факторов, который повлиял на решение принять честь в программе подготовки управленческих кадров? Конечно, не только это. Я после своих командировок по Дальнему Востоку стал в свое время вести программу на радио, посвященную Арктике в первую очередь, но и Дальнему Востоку тоже. И там я пытался донести вот эту мысль и до слушателей, и до людей, которые принимают решение, что Арктика и Дальний Восток это регионы, которые вообще определят будущее России на ближайшие, там, десятилетия, а то и на столетия. Потому что вот если мы прямо сейчас не займемся этими регионами, то у нас все под вопросом наше будущее, если вот так вот по большому счету. Я, приезжая сюда, видел, что потрясающие люди, потрясающие возможности, природы, территории, города, но не уделяется этому достаточного внимания. И вот об этом я пытался говорить. А потом происходит то, что происходит в мире и стране, и я понимаю, что, ребята, вот пазл сходится. Это вообще, вы видите, что это единственная возможность. Запад, Европа, это все хорошо. Мы как часть европейской цивилизации продолжим ей, и, наверное, оставаться, но все возможности там, на Дальнем Востоке. Это тот самый вот разворот на Восток, на уровне термина, который сильно в прошлом году. Когда еще, как не сейчас, осуществлять этот декларируемый разворот на Дальнем Востоке. То есть получается, что, правильно я понимаю, что вы ввели, проект был посвященный Арктике, Дальнему Востоку, судя по словам каким-то ключевым, которые встречаются еще и в названии одной структуры, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. То есть это какая-то такая правительственная была история, ну, там, Грантова или еще какая-то. Но в любом случае это, то есть вы как бы верили в то, что это действительно вот Севморпуть условно, и вот Дальний Восток, вот этот контур, он определит, да, будущее, как вы сказали. И вот в этих условиях, то есть в какой момент вы с вот этим контекстом и ощущением того, что вот здесь будущее, оно вот здесь, в какой момент вы, собственно, вот столкнулись с программой-то все-таки? Да, я прям помню этот момент, на самом деле, как ни странно. Я в тяжелых раздумьях, что мне делать дальше? Да, есть какая-то работа, она не связана с политической журналистикой, она связана с благотворительностью, я ее люблю. Я понимаю, что я могу дальше снимать документальные фильмы, это вообще мое любимое занятие, но хочется чего-то, чего-то вот такого, ну, вот, учитывая масштаб происходящих изменений, хочется быть как-то что-ли на гребне волны. И тут мне совершенно случайным образом попадается, ну, просто вот объявление, вот с этой симпатичной рекламой. Просто мне даже дизайн меня зацепил, если честно, мне очень это важно. Я визуал, я так вижу, вау, что-то симпатичное. Я кликаю, и это настолько прямо в меня вот в тот момент. Пазл сошелся. Да, пазл сходится. Я понимаю, что, боже, что мой, сумасшедший отбор. Я понимаю, что даже если я начну, если я попробую, вероятность того, что я пройду, ну, она вот это вообще... 55 человек в итоге в первый поток вошло, а отбор воронка-то с чего начиналось? Ну, там что-то по 2,5 тысячи человек вот всего подали заявок, потом сотни человек, которые прошли предварительный отбор, потом отбор очный уже в городе Владивостоке, и вот уже там осталось 55, а сейчас вообще 49. То есть это жестокий отбор, не просто жесткий, но это строго, но это, знаете, это такой вызов. Но это для тех ребят, которые вот хотят принять некий вызов и попробовать сдюжить. Когда вы узнали, что вошли в число тех, кто прошел отборочный этап и вышел в вот этот, в очный? Это было... Не, ну это было счастье, на самом деле просто счастье. Вот, понимаете, одно дело, когда я там говорю, надо Дальний Восток, надо развивать, надо делать... А тут тебе говорят, так иди. Да, вот добро пожаловать, дружище. И тут действительно, я понимаю, что это все по-взрослому. Мне не 20 лет, мне как бы уже больше. Вот, и я понимаю, что я даю согласие на то, что... Ну, пока еще молодежь, да? Ну, в августе, день рождения, 35. Да, пока еще молодежь. Вот, но тем не менее, у меня семья, у меня дети. Дети, да. И я понимаю, что я подписываю контракт, обязуюсь отработать два года минимум на Дальнем Востоке. И я понимаю, если я принимаю это решение, то это должно быть по-серьезному. И вот это один звонок жене, я говорю, жена, все, я... Она говорит, хорошо, я к маме. Хорошо. Нет, сейчас моя задача, точнее, она уже, в общем-то, выполнена. Я из своей семьи делаю дальневосточников. Кую из них дальневосточников. Так. Показываем какие-то ролики, фильмы, лекции. Но они пока еще в Москве. Они в Москве, и я в Москве. Я же еще не переехал, я вот здесь только сюда приезжаю. Ну, а какие-то там образовательные модули, вот там какие-то командировки. Но этот процесс, он идет. Они уже, в общем-то, тоже... Дети уже вообще ждут. Сначала, нет, 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 мы не поедем, какой еще Дальний Восток? Сейчас уже все ждут, когда они окажутся здесь. Жена уже готова. В общем, в общем... А где окажутся? Потому что трудоустройство, вот это обязательно... А ну, кстати, оно не обязательно, это по большому счету. Там такое... Я просто почитал положение, что если вы хотите, чтобы год обучения был бесплатным, тогда два года отработать. Ну, как будто бы есть вариант, что можно отказаться от трудоустройства и заплатить. Можно заплатить. Сколько стоит? А я не знаю, можно бы говорить, но там как бы это речь о миллионах рублей. То есть это нужно вот это вот... Потому что в наставниках губернатора, да, условно? Да, 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 да. Поэтому я не рассматриваю для себя такой вариант, честно говоря. Нет, нет, нет. Но трудоустройство, оно... Сейчас про год вот этот, про модуль и как проходит обучение, чуть позже вот этот год мы обсудим. Сейчас, насколько я понимаю, апрель-май, вот судя по программе этого года, это уже трудоустройство вот первого потока. Вы понимаете, где вы будете и куда вас трудоустроят? Уже разговоры какие-то идут или, может быть, уже прям все известно и понятно? Ну вот сейчас, наверное, самый сложный такой интересный момент вообще во всеобразовательной программе – это кульминация. Сейчас мы в процессе принятия решений. Мы смотрим, нас смотрят, мы что-то предлагаем и нам предлагают, какие-то конкретные вакансии в том числе. И география самая обширная, вот буквально от Чукотки до там Еврейской автономной области мы смотрим, какие есть вакансии. Есть действительно очень высокие должности, предлагаются, но они должны соответствовать неким твоим возможностям. Конкретно вам что предлагалось? Вот из такого, что вот так вот примерно. Ну, вариантов на самом деле кажется много, вообще, то есть много. И прям выбирая не хочу. Другое дело, что здесь действительно вот надо понять, на что я готов и в чем я компетентен, чтобы, придя на это место… Алексей, какие вакансии предлагали? Ну, смотрите, вот там предлагают вакансию, хоть претендуй, хоть на министра, но регионального. Есть такая вакансия, есть заместитель министра. Да, но регионального. Так, так, ну у вас и аппетит, Алексей, так. Вот, но я понимаю, что я, как журналист, хотел бы развиваться в первую очередь в этой сфере. Поэтому комитет по информационной политике просто. Но есть разные варианты. Вот сейчас мы обсуждаем, например, с властями Хабаровского края какие-то возможности развития медиапроектов в рамках края или вообще всего Дальнего Востока. И какие-то экспериментальные медиапроекты. Тут это все в процессе. Есть конкретные варианты, там можно, например, пойти работать в Центр управления регионом, куда-нибудь в Сахалинскую область. Есть варианты, там, главным редактором какого-то медиа конкретного, да, там где-нибудь еще, на Чукотке, на Камчатке или в том же Владивостоке. Вот такие есть варианты, они все обсуждаются. И поэтому вот сейчас такой сложный момент, когда мы должны понять, на что мы действительно претендуем и потянем ли. И вот это такой непростой момент. То есть пока вы, условно, никаких документов не подписывали, и вот вы в моменте принятия решения, это процесс пока еще, да? Да, сейчас это процесс. Сейчас это процесс, мы еще все обсуждаем. Ну, тем не менее, по зарплате, по всему остальному, я же понимаю, что вы, как человек, женатый, семейный, с детьми, все равно советуетесь, так сказать, с федеральным центром. Возможно, это какая-то, как-то покажется несерьезным, но вот буквально на днях у меня, например, было собеседование там с очень серьезными государственными служащими Сахалина. Меня не спрашивали, Алексей, а что у вас по зарплатным ожиданиям? И тут я понимаю, что я говорю, вы понимаете, честно говоря, я не задумывался еще об этом. Я понимаю, что если вы мне предложите какую-то работу, там будет какая-то зарплата, наверное, она будет не такая, что я смогу прожить. То есть на самом деле самое главное, я вот к чему это говорю, что самое главное, проект, которым я буду заниматься, ну или должность, которую я займу, то есть это дело. Главное, это дело. Как бы на тридцатку семью прокормить-то? Ну, тут понимаете, а почему? Ну, я думаю, на тридцатку. Ну, минимальные зарплатные все равно есть какие-то, я думаю, что они так или иначе бьются с какими-то ожиданиями московскими, поэтому немножко вы лукавите. Мне кажется, говоря о том, что зарплата, ну, прям совсем не имеет значения. Нет, она имеет значение. Понятно, что на 15 тысяч я не проживу и семью не прокормлю. Но 27500 уже деньги. Такого никто и не предложит. Все-таки про программу. Вот, значит, вы в нее вошли, да, вы воронка, 2500, 55 человек, все, вы в ней, дальше-то что, да, письмо какое-то на почту пришло, там какая-то инструкция. Вот этот год, он, вот то, что в заявке, и вот на вкладке «Главное» о программе, что, значит, да, это лучшие мировые российские образовательные практики, и, да, это наставничество вообще первых лиц, действительно, прям это лучшее, это первые лица, здесь нигде никто не обманул. Как ожидания реальности, они совпали? Реальность превзошла ожидания по многим показателям, потому что, ну, действительно, во-первых, это сверхинтенсив. Сюда вот в эту годичную программу, наверное, утрамбовали пятилетний какой-нибудь курс вуза, и это все мы в очень таком трудном режиме проходим. Когда я смотрел вот анонс образовательной программы, я понимал, что, ну, это просто космос, это бомба, если действительно все так, как это заявлено, если министры, губернаторы будут непосредственными наставниками, если они вот будут вот так вот встречаться и делиться опытом, и нас как бы учить, ну, это вообще. И действительно так все и получилось, и вот когда... С кем общались? Мы общались почти уже, чуть ли не со всеми, наверное, губернаторами на Дальнем Востоке, мы общались с правительствами регионов, с людьми, которые работают в центрах управления, с людьми, которые занимаются внутренней политикой. Ну, это уже десятки-десятки людей высшего уровня. При этом есть какой-то ведь, насколько я знаю, в рамках вот этого годичного курса проходит какая-то, ну, там, во-первых, людей разбивают на группы, и вы в этих группах работаете над какими-то конкретными проектами, там, конкретными территориями и прочее-прочее. Вот ваша группа чем занималась? Наша группа занимается социально-экономическим развитием городов Дальнего Востока. В целом? Да, и наш проект, он так и называется, развитие городов. Мы работаем в частности с темой развития креативных индустрий на Дальнем Востоке. Сейчас в целом ряде городов будут строиться креативные кластеры. Мы в этом принимаем определенное участие и планируем, что и после завершения программы мы будем иметь к этому непосредственное отношение и сможем внести свой вклад вот в развитие... Хабаровск рассматривали в рамках? Хабаровск. В частности, одна из наших командировок была в Комсомольске-на-Муре, и там планируется создание креативного центра. И это вот прямо наша идея целиком, от начала и до конца. Мы надеемся, что эта идея, которая будет реализована, и вот что в Комсомольске-на-Муре появится полноценный креативный центр, который будет работать по концепции, которую мы написали, разработали, и вот сейчас в процессе утверждения она находится. Сколько в вашей группе человек? Восемь. А откуда они? В нашей группе люди со всей России, как и вообще в целом потоке Муравьево-Амурского. В чем ее уникальность? Понимаете, в том, что, мне кажется, два таких очень важных момента, что для работы на управленческих позициях сюда набирают людей не из числа госслужащих, точнее, не только из числа госслужащих. Сюда может попасть кто угодно, и действующий чиновник, и журналист, и менеджер, и программист. Нет, это не важно. Главное пройти отбор. Предприниматели, главное пройти отбор. И этот новый взгляд, который ты можешь привнести на госслужбе, это очень ценно. И это понимают организаторы образовательной программы. И вторая уникальность в том, что вся страна, участвует вся страна. И у меня в группе люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Хабаровска, в целом нашем потоке, это люди тоже со всей России, из Архангельска, из Краснодара. Вы общаетесь с ними внутри на предмет того, что, ребят, ну, Дальний Восток, серьезно, вы из Запада сюда приехали. Вот про это, что, ой, ну, какой-то там Дальний Восток. Мне просто интересно, насколько в свете последних, да, событий изменилось отношение к Дальнему Востоку. Про то, что у нас здесь медведи по улицам не ходят, а если ходят, то это настолько громко, что там BBC потом про это пишет, где-то в Британию все. То этих стереотипов уже нет, да, для этого там много было сделано. Но все равно ощущение того, что Восток, он такой дальний, это где-то вот, оно изменилось или все равно отголоски какие-то еще есть? Ну, что касается наших ребят, то все из них, кто вот участвуют в образовательной программе, они раньше так или иначе сталкивались с темой Дальнего Востока, и они знают, что это такое, в принципе. А, то есть тут не надо, уже подготовленная почва. Да, они в целом подготовленные. Кто-то занимался по работе, кто-то путешествовал, кто-то почему-то к этому пришел. Ну, вот не просто так, а, наткнулся на объявление, кликнул и попал случайно. Нет, таких, наверное, нет. Ну, вот в основном люди уже какое-то касание имели с Дальним Востоком, какое-то отношение к этому имели. У вас внутри группы, как бы, один куратор какой-то есть на группу постоянно или у каждого есть персональный наставник? Ну, во-первых, у каждой группы есть свой модератор от школы Сколкова, это как бы мы его воспринимаем как члены команды. Во-вторых, есть куратор от Минвостока развития, в-третьих, есть куратор от КРДВ, ну и, например, нашим куратором, таким наставником, уже наставником, считается, собственно, Михаил Владимирович Дегтярев, с которым мы встречались лично, и он гарантировал, что будет нас наставлять. Кстати, конкретно с Михаилом Дегтяревым вы же встречались еще и в эфире «Эхо Москвы», и здесь, и как вам? Особенно на фоне губернаторов, хотя, в принципе, если вот так даже посмотреть, вот, не очень даже подготовленным взглядом на все, что происходит сейчас на политической карте Дальнего Востока, насколько поменялся вот этот губернаторский какой-то состав, что это достаточно люди все молодые, что это достаточно люди амбициозные, что это люди, которые, ну вот, это управленцы какие-то достаточно новые, вот, по формации даже по своей, и вот на фоне этого всего проходит еще генерация, вот, вас как управленцы, тоже людей отовсюду, с разными взглядами, но вот каких-то заточенных. Мне лично очень нравится вот этот тренд на новых губернаторов на Дальнем Востоке. Мы с ними встречаемся лично и общаемся, и я понимаю, что это живые, настоящие, в общем-то, еще молодые люди, которые по-другому смотрят на государственную службу, которые очень активны и которые по-своему видят развитие Дальнего Востока. Это касается губернатора Хабаровского края, это касается губернатора Камчатки, это касается многих других людей, которые, ну, это госслужащие новой формации. Вот цель программы «Мараев-Амурский» создать госслужащих, такой пул госслужащих, даже сообщество, комьюнити госслужащих новой формации, которые по-новому смотрят на государственную службу. И, кстати, это одна из самых, может быть, вообще ценных вещей, которые есть в этой программе, это возможность формирования сообщества. Вот нас полсотни человек, после выпуска отсюда мы должны будем представлять о себе некое сообщество. И когда, скажем, Иван Иванович работает во Владивостоке, а Петр Петрович работает на Камчатке, мы имеем возможность созвониться, какие-то вопросы решить, договориться по-своему, по-муравьево-амурски. А потом у нас еще полсотни выпускников из этого потока, который сейчас набирается, и потом еще полсотни. И, понимаете, я уверен, что это будет... И можно сетевой бизнес открывать. Я уверен, что это будет сообщество, вот настоящее комьюнити новых чиновников. Про губернатор. Максимально занятой человек, максимально... Ну, то есть, а тут еще какие-то курсанты, им надо чего-то время уделять. Но тут, ну, не сказать, что прямо взяли, позвонили и созвонились, среди ночи, вот я тут, идейка и обсудили. Все равно это достаточно формально выстроенное общение или нет? На удивление, вот было опасение, что к нам будут относиться как к учащимся студентам. А напротив, вот все губернаторы, в том числе Михаил Владимирович, отнесся к нам очень по-серьезному. Это было очень приятно. Возможно, это связано с тем, что мы предлагаем довольно серьезные проекты и серьезные решения определенных проблем. И отношение к нам было соответствующее. Это было очень приятно, лестно. И очень хочется оправдать вот это доверие. К нам отнеслись по-серьезному. Это здорово. Большое за это спасибо. И мы в ответ хотим, ну, тоже как-то не ударить в грязь лицом. Ну что ж, Алексей, спасибо большое за рассказ. Мне кажется, особенно интересно это будет тем, кто, возможно, в первый раз услышал об этой программе, но кто думает о том, чтобы строить карьеру на Дальнем Востоке, тем более не обязательно в госслужбе. Да, можно поработать, но госслужба – это тоже своего рода хороший старт для каких-то дальнейших проектов, особенно в достаточно еще молодом возрасте. Ну, собственно, Алексей Голубев, новый дальневосточник, был у нас в гостях. Спасибо, удачи. Действительно, будем следить за тем, что происходит. Если выберете, я надеюсь, выберете Хабаровский край, тогда вдвойне пристально будем наблюдать за вашими проектами здесь. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, говорили мы о программе «Муравьев-Амурский-2030» с курсантом, участником этой программы. Алексей Голубев был в нашей студии, телерадиоведущий, режиссер документального кино, но журналист, новый дальневосточник, еще раз повторю. Это был проект «Смотри Хабаровск», меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова